Система отопления монтируется по электрике, до счета, а внутренний развод, это уже сами выполняют. Стандартная отделка квартир предусмотрена проектом еще 2008 года, когда было выдано разрешение на строительство. Получила его сибирская технологическая компания, однако выполнить свои обязательства не получилось. Уже через два года, в 2010-м, права переданы другому состройщику – новые строительные технологии. Но и тут провал. Компания сейчас находится в стадии банкротства. Чтобы достроить хотя бы один дом из пяти, самим инвесторам создана новая компания – ФБ Инвест. Она достраивает именно второй дом, так как сам инвестор является дождиком этого дома. Хотел приобрести квартиры на первом этаже для бизнеса. Мы занялись строительством именно второго дома. То есть мы пришли на площадку как застройщики именно достраивать и решить проблему дома номер два, строительный номер два. Поэтому про пятую пока речи нет. Но, возможно, мы сейчас посмотрим. Мы действуем полномерно. Мы заканчиваем один объект и переходим к другому. Получится у нас перейти к нему или нет, и какой это дом будет. Либо это вот этот дом, который строится вообще на начальной стадии. Это пока не ясно. Не могу говорить. Сами же дольщики изначально приобретали квартиры в пятом доме, где строительные работы сейчас заморожены из-за проблем с документацией. Однако свои квартиры они все же получат только в спасенном инвесторам втором доме. Таковы были условия получения разрешения на достройку дома для инвестора. И получат люди долгожданные ключи уже совсем скоро. Сдать дом планируют уже в августе этого года. Все работы находятся под контролем Министерства строительства Омской области и органов госстроенадзора. По качеству, по соблюдению требований проекта и норм на сегодня больших нареканий нет. То есть, в принципе, идет нормальный рабочий процесс. И я думаю, что я не вижу пока каких-то таких высоких глобальных причин, чтобы были и нарушены сроки, и были какие-то проблемные моменты, которые могут возникнуть. Если все будет согласно графику и будет подготовлен пакет документов, я думаю, что итоговая проверка пройдет без каких-то проблем, и мы сможем выдать заключение соответствия. На доме сейчас ведутся завершающие работы. Коробка, кровля и остекление выполнены на 100%. Полностью смонтирована модульная котельная по теплоснабжению. Сейчас ведутся работы по заливке полов и монтажу системы инженерно-технического обеспечения. На осмотре дома с представителями Министерства строительства, Гостроинадзора и компанией-застройщиком сами дольщики не были. Почему люди, ожидающие свои законные квадратные метры практически на протяжении 7 лет, не явились на встречу, где можно было не только проследить за ходом работную и задать все свои вопросы напрямую, неясно. Возможно, они просто не получили приглашение на встречу. Однако, по словам представителей Министерства строительства, это не так. Ксения Тойчкина и Сергей Гаврилов, Антенна-7.